Добрый вечер, итоговый выпуск новостей в прямом эфире Тегил ТВ в студии Анна Кедилова. В начале выпуска коротко об основных событиях уходящего дня. Отставки не будет, об этом заявила сегодня глава города Валентина Исаева на традиционной встрече с журналистами. Слухи о ее досрочном уходе не подтвердились. Какие еще домыслы опровергла мэр? Смет и деньги, два затопленных подвала. Чиновники и депутаты посмотрели учреждения рудника третьего интернационала, требующие ремонта. Когда придет помощь жителям окраины? Школьный вальс. Платье к выпускному вечеру продемонстрировали заключенные 6-й женской колонии. Для кого шили наряды осужденные? Привет, мартышки! Передают выпускники Нижне-Тагильского колледжа искусств. Общественный просмотр их дипломного спектакля прошел в Театре кукол. Удалось ли рассмешить детвору без пяти минут актерам? 8 вагонов щебнем сошли с рельсов на станции Смычка. ЧП случилось ночью 11 июня. Пострадавших в результате схода вагонов нет. Уже утром того же дня на месте происшествия работали 50 человек и один ремонтно-восстановительный поезд. Пояснили в пресс-службе ведомства. Работы на месте схода осуществляли также сотрудники 9-го отряда Федеральной противопожарной службы. 11 июня вечером аварийно-восстановительные работы завершены. Станция работает в плановом режиме. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Двое подростков оказались под колесами автомобиля. Накануне в селе Петрокаменское водитель Соболя столкнулся с мопедом «Альфа». В результате ДТП водители пассажир мопеда были травмированы. С детьми? Да. Видно водителя «Газели». Он начал ход движения и убедился, что ему уступает дорога. Проводится административная расследование. Причины аварии водитель Соболя объясняет тем, что вовремя не заметил подростков. Сами пострадавшие причины ДТП объяснить не могут. На дороге, рассказывают дети, они находились впереди. Ремонт дорог в Нижнем Тагиле продолжается. Сейчас полотно заменили на более 30 тысяч квадратных метров автодорог. Это в рамках муниципальных контрактов. Завершено асфальтирование проезжих частей на проспектах Мирового на строителе Октябрьском. До конца июня должно быть завершено благоустройство этих улиц. То есть дальше вашей работы? Дальше нашей работы мы приступили к выполнению работ по двум контрактам, которые, что касается 200 миллионов. Значит, по улице Лагоностроителей продолжаем. То есть там позирование сегодня заканчиваем. Переезжаем на Черноисточинское шоссе. Начинаем сегодня, скорее всего, после обеда позирование по Ильича. Также выделенные губернатором Свердловской области из резервного фонда 200 миллионов рублей пойдут на реконструкцию дорог на проспектах Ленинградский и Ленина. Губернаторские деньги планируют освоить до 30 сентября. Работы на проспекте Ленина начнутся 18 июня и закончатся ориентировочно к 1 августа. Также идет фрезерование на улице садоводов. Начинаем в субботу асфальт положить. Ну, там-то, ну, я думаю, что в конце следующей недели должны закончить. Дальше переходим на фестиваль. Фреза у нас в городе так и будет. То есть постепенно с улицы на улицу пошли. Значит, постепенно готовим сейчас материал на Кушминскую, чтобы все эти ямы залатать. И на отсыпку обочины бордюрный камень завезли практически уже на 4 улицы. Осталось еще немножко. Завод Березовский работает на нас. Ремонт улицы Фестивальная продлится до 10 июля. По завершению работ на этом участке начнется реконструкция Кушвинской, затем улицы Фрунзы. Все графики строительства в обязательном порядке согласовываются с Нижнетагильским отделом ГИБДД. Всего в 2012 году на территории города планируется выполнить ремонт автодорог местного значения на площади 497 500 квадратных метров. Сметы, деньги, два затопленных подвала. Чиновники и депутаты посмотрели учреждения рудника Третьего интернационала, требующие ремонта. Побывали во Дворце национальных культур в 144-й школе и в 108-м детском саду. Когда придет помощь жителям окраины, узнал Александр Мешков. Во Дворце национальных культур занимаются 400 человек, и взрослые, и дети. Здесь проходят районные мероприятия и городские фестивали. Но состояние Дворца оставляет желать лучшего. 270 тысяч рублей требуется только на замену пола в актовом зале. И это не главный претендент на ремонт. Конечно, есть проблемы. Это проблемы, в первую очередь, с крыльцом, который необходимо решать в ближайшее время. И, конечно, проблема с крышей. Потому что, если мы эти два участка на сегодняшний день нерешим и не сделаем, то смысла нет в ремонтных работах в дальнейшем по данному учреждению. Помимо Дворца национальных культур, депутаты и чиновники побывали в 144-й школе и в 108-м детском саду. В этих учреждениях топят подвалы. В школе воду из подвала уже откачали. Для детского сада будет куплен дренажный насос. Планируется ремонт подвальных помещений. Работы много. Это только три учреждения, которые мы сегодня инспектировали. К сожалению, учреждения образования, учреждения культуры. У нас очень многие находятся в таком трудном состоянии. Чтобы привести эти здания в надлежащее состояние, требуются миллионы рублей. В настоящий момент бюджет города не может выделить такие суммы. Выделение средств, необходимых на ремонт учреждений, будет рассмотрено при корректировке бюджета. Александр Мешков, Игорь Харьков, Егор Егошин, Тагил ТВ. Отставки не будет. Об этом заявила сегодня глава города Валентина Исаева на традиционной встрече с журналистами. Слухи о досрочном уходе мэра Нижнего Тагила не подтвердились. Свой срок до середины октября Валентина Исаева отработает сполна. К этому дню она намерена завершить ряд намеченных ею дел. Все детали встречи мэра города с журналистами далее. Уходить в отставку Валентина Исаева пока не намерена. И все слухи о ее досрочном увольнении сегодня опровергла. До конца срока ее полномочия сделать, рассказывает, предстоит немало. Завершить реконструкцию детского садика на Руднике, улицах Выска и Ирмака. 49-я школа. Очень тяжелая позиция. Мы будем стремиться к 1 сентября все-таки сдать школу. Встречалась уже с генподрядчиком новым, промышленником, руководителем. Но напряженно тяжело, потому что денег немало надо освоить. И самое главное выполнить и благоустройство, и внутри завершить работы. И вот это одна из самых серьезных задач, и надо обязательно решить. До завершения моих полномочий. Речь на встречу с журналистами также зашла и о предстоящих выборах мэра и новых кандидатурах. В частности, разговор шел о персоне экс-управляющего директора НТМК Сергея Носове. Мне интересна эта кандидатура. Интересно. Во-первых, я его знаю очень хорошо. Я с ним работала, работая директором гимназии, затем депутатом. Мы с ним работали в очень тесном контакте. Он был в политике активен очень. Я думаю, что он будет более требователен к властям вышестоящим в части отношения к городу. Меня в первую очередь интересуют деньги для города. Ну и потом, это действительно чушь, это умный доктор наук, это умный человек. Это человек, узнаваемый в городе. Интересовала журналистов и недавняя встреча Валентины Исаевой с новым губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В принципе, у меня впечатление нормальное, доброе впечатление. Договорились, как будем работать. Разговор шел один на один. Поэтому, если бы посчитала нужным резиденция губернатора, она бы осветила этот печатик. А пользоваться слухами я приехала с нормальным настроением с этой встречей. Нормально. Также журналистов затронули темы реконструкции дорог, проблемы с ливневыми стоками, на магистралях программы «Тысяча дворов», а также детской летней оздоровительной кампании. Тагильчанка получила престижную награду. Школьница 39-го лицея Алена Тасакова за свою научно-исследовательскую работу на военную тему удостоена диплома третьей степени на Всероссийской конференции «Юность, наука, культура». Все подробности в сюжете наших коллег со студии подготовки программ «Уралвагонзавода». Сколько значений у слова «мир» и откуда в русском языке военные термины? Десятиклассница лицея 39 Алена Тасакова на примере романа Никонова «Весталка» военную лексику изучила досконально. За свою научно-исследовательскую работу на Всероссийской конференции «Юность, наука, культура» она получила высокую награду – диплом третьей степени. Нижний Тагил на форуме представляла только команда лицеистов. Поездку школьников в Златоуст оплатил «Уралвагонзавод». Над темой Алена работала два года. Никонова в школьной программе нет, изучать его творчество пришлось самостоятельно. Никонов родился в военное время, поэтому его произведения все на военную тему и все о войне. Поэтому я решила взять его и разобраться в военной лексике, чтобы узнать, что значит то или иное слово. Когда я предложила девочкам свою работу, то они, конечно, очень удивились, когда... Обычно ребята как делают? Они обращаются в интернет, находят материал. Ну и обратились. Но там ничего не было, кроме биографии. Ну и, конечно, мы будем работать. Работать будем самостоятельно. Читаем сначала произведение, потом отбираем материал по нужной теме. Военная лексика для девочки. Это не специфическая тема, но, тем не менее, мы справились. Более 240 слов нашли. Дали классификацию каждому слову. Распределили их по группам. Ну, Алена может сама рассказать, как она и делает. Ну и получилось. Сделали вы, да и получилось. Члены жюри, профессора вузов Москвы, Златоуста, Челябинска предложили Алене продолжить работу и выступить через год. А 16 июня на Всероссийскую научно-практическую конференцию в Анапу впервые поедет еще одна ученица лицея – Вероника Менгазова. Материал для доклада она собирала в экологических экспедициях на Чусовой. В Каменемутной у нас там находится несколько площадок для изучения. Одна из тем, которых изучение леса. То есть влияние антропогенного фактора на состояние леса. То есть поток туристов, как влияет. Потому что не секрет сейчас он намного увеличился, что там развивается инфраструктура отдыха. Мы уже участвовали в региональном этапе, и это моя не первая работа. Ну, Всероссийский конкурс – это все-таки более серьезно. Постараемся достойно выступить, чтобы представить наш лице и наш город. И постараемся отдать все силы, чтобы занять место и получить медаль. Благодаря поддержке Уралвагонзавода на Олимпиады и конференции в этом году съездили ученики 51-го лицея и 86-й гимназии. По направлениям завода выпускники школ района учатся в лучших вузах страны. Самим школам предприятие помогает обновить материально-техническую базу. К примеру, в 39-м лицею в спортивном и актовом залах уже заменены окна, а в холле это сделают в июне. Инвестиции в образование детей для Уралвагонзавода – один из приоритетов. Очень серьезная, хорошая политика Уралвагонзавода. Так оно было в прошлые годы. И я очень рада, что новое руководство Уралвагонзавода эту политику поддерживает. Не только поддерживает, а усиливает. Я считаю, что это очень серьезная забота о будущих кадрах нашего родного завода. Уралвагонзавода